Я очень серьезно отношусь к саморазвитию и к самообразованию, и считаю, что никогда не надо там доучиваться до конца в школе, поступать в университет, это тупо и глупо, потому что обычно в учителя идут априори неудачники, которые сами не сделали себе никакую карьеру, как может учить режиссерству то существо, даже не человек, а именно существо, которое само не стало режиссером, а стало всего лишь учителем и смеет других учить на режиссера, ведь если человек хочет стать режиссером, ему надо идти на мастер-класс именно к уже профессионалу, состоявшемуся, также и в любой другой профессии, хочешь быть певицей, хочешь быть актрисой, ты иди к тем, к профессионалам, которые уже добились чего-то и бери у них мастер-классы. Также необходимо, конечно, читать много книг, но опять же не ту мутату, хренату, которая пичкает наша школа, от которой мозги, можно сказать, замутневают и тупеют, конечно, не надо войну в мир прочитывать, лучше изучать психологию и эзотерику, поверьте, это гораздо больше принесет в жизни, ну на моем опыте на самом деле это так. Ну и постоянно надо учиться чему-то новому, то есть не стоять на месте, но именно брать свое образование и свое продвижение в свои руки и не смотреть ни на кого. Обычно предки во многих семьях ломают молодежь, допустим, хочет кто-то заняться музыкой, стать актером, режиссером, начинается ломание, там вот мы великие там врачи или великие юристы, у нас там все поколение юристов, и ты пойдешь в юристы. Я скажу, ребят, на хэ посылайте таких предков, потому что жизнь одна, жизнь ваша, и вам жить, и от этого, что вы будете жить по чужой указке, по чужим мечтам, вы никогда не будете счастливы. Именно от этого косяки потом вылезут, поверьте, когда вам будет лет там 30-40, вы не будете счастливы, будете постоянно вспоминать, что, ну так сказать, культурно профукали свои лучшие годы на то, чтобы воплощать какие-то мечты там родителей, там кого-то не подвести и все такое. Прежде всего, любите себя и стремляйтесь в жизнь воплощать именно свои мечты, и будет вам счастье.